Всем здравствуйте! Я Наталья Невзорова и сегодня я вам расскажу о том, о чем обещала несколько недель назад. Сделаю краткий обзор тех продуктов, которые я купила в одной из компаний. Приобрела я швабру. Если говорить о швабре, то выглядит она вот таким образом. Я уже ее показывала. То есть, что мне понравилось, сразу говорю, это ее мобильность, потому что она может поворачиваться в разные стороны. То есть, видите, совершенно приспособлена для работы на разных участках пола. Швабра у нас понравилась мне тем, что здесь есть вот такая липучка. Причем, даже если ее намачиваешь водой, она все равно очень хорошо прикрепляет те насадки, которые у меня здесь приобретены. И что мне еще понравилось, что с обратной стороны есть вот такие пластиковые кольца с разрезами. И я, например, буду мыть окно. Предположим, я беру тряпку для мытья стекол. И вот эту тряпку могу сюда просто в уголки тряпки просунуть. То есть, вот таким образом ее закрепить. Затягиваю. И теперь я даже могу помыть окна этой швабры, насадив на нее специальную тряпку для мытья стекол. Как эта тряпочка работает, я уже рассказывала. Чем еще хороша эта швабра? У нее два удлинителя. То есть, ручка телескопическая. И я могу ее выдвинуть в двух уровнях. То есть, вот один уровень. И вот еще один уровень. То есть, я могу ее выдвинуть на 180 сантиметров. Что очень удобно для мытья потолков. Ну, вообще потолки, конечно, мыть я особо не собираюсь. Но есть в комплекте. Есть специальная насадка вот такая. Видите, она пушистая. И мы, когда купили эту швабру, первый же день мы прошли ею всю квартиру, именно стены и потолки. И вы знаете, мы достаточно насобирали пыли сюда электростатическим эффектом. Потому что она примагничивает к себе пыль. И очень удобно было как раз проходить стены и потолки. Что еще эта швабра, вот эта насадка, она собирает пыль с пола. То есть, например, перед мытьем полов, вместо того, чтобы пылесосить, можно взять эту насадку. И надев ее на швабру, то есть, прицепив липучкой, видите, она замечательно цепляется, причем очень быстро. Прицепив липучкой, можно просто пройти всю квартиру. И при помощи статического электричества пыль прикрепляется вот к этой белой насадке. Скажу честно, что пылесосом все равно вы пройдете лучше. Но это вот, если вечером, предположим, перед сном вы хотите пройти квартиру и не разбудить ваших домашних или соседей, потому что пылесос все равно шумит. Я, например, пользуюсь вот этими насадками. Иногда вот этой, иногда другой. Есть еще универсальная насадка, вот такая вот. Я скажу честно, что как-то вот я ее еще не распробовала по-хорошему. Она более плотная по своему составу. И вот этой насадкой я иногда мою пол в квартире. Но, как-то вот она меня, честно, если не вдохновила, вот эта насадка. Я знаю, что эта насадка оттирает черные полосы на полу, которые остаются от обуви, например, резиновой. Но у нас такой проблемы нет. Но вот, кстати, плюс от этой насадки. Однажды ко мне пришла моя подруга. И так как она шла с пляжа, у нее в обуви оказалось очень большое количество песку. И вот я этой насадкой собрала весь песок. То есть она в себя вобрала вот весь этот песок. Что подруга даже очень удивилась. Что вот обыкновенная такая вот тряпочка. И она очень хорошо убирает песок. Ну и насадка, которая мне понравилась больше всего. Это вот эта. Эта насадка, она идет более мягкая, чем, например, вот эта. Чем она хороша? У нее очень плотный ворс. Такой, знаете, вот и он очень мягкий, и в то же время плотный. Но она так идеально моет плитку. Это просто супер. То есть вот эта насадка, от нее я получила очень большое впечатление. От того, что она очень классно моет именно плитку. У нее очень хорошее сцепление идет с полом. И причем, что мне еще нравится. Вот я раньше мыла полы, добавляя туда моющее средство. Ну, предположим, или это был порошок, или в последнее время это средство, там, в этом лок, по-моему, называется оно. И, вы знаете, все бы хорошо, вроде бы чисто, но остаются разводы. То есть вот как ты не мой пол, все равно разводы остаются. А что такое разводы? Разводы это вот порошок, который остается на поверхности. Вот это вот моющее средство, которое остается все равно на поверхности. Оно не вымывается. Так вот, чем хороша эта насадка? Она абсолютно не оставляет никаких разводов. То есть я очень ей довольна. Причем все насадки, они очень хорошо крепятся обратной стороной, вот к этой клепучке. Вот видите, я прикрепила ее. И очень удобно как раз мыть пол. Но вот что скажу про эту насадку еще, что ей очень сложно мыть пол. Я даже натерла мозоль. От непривычки. Потому что она настолько плотно прилегает к полу, что очень с трудом двигается швабра. С одной стороны это конечно плюс, с другой стороны минус, потому что приходится усилия прилагать. Но она моет так идеально, что на этот пол потом ни пыль не садится, он не электризует уже пыль. И в принципе чистота держится несколько дней. Поэтому вот это мне понравилась насадка больше всего. Значит еще раз повторюсь. Идеально моет любые поверхности. Очень хорошо именно для кафельной плитки. Эта насадка вбирает в себя песок. Ну а эта насадка вбирает в себя пыль. Но что я хочу сказать обо всех трех насадках. То есть плюсы плюсами, но есть и минусы. И минус, который вот меня напрягает все время, конечно, это то, что пыль-то мы соберем. Это то, что песок, там мы все это соберем, но все это надо все равно прополаскивать. То есть это надо где-то в каком-то ведерке или под струей воды, предположим. То есть приходится все время прополаскивать вот эти вот все три насадки и периодически их стирать. Но за вот время использования я примерно стираю их раз там в полторы недели. То есть по мере загрязнения, конечно, да. Но вот стираются они при температуре 60 градусов. В стиральной машине можно спокойно их стирать. Какие вот еще я плюсы для себя отмечу. У нас есть дома кот. И от кота остается большое количество шерсти. Причем сейчас дома сквозняки и шерсть она катается по всему полу. Так вот, эти насадки очень прекрасно собирают кошачью шерсть. То есть вот у меня длинные волосы, предположим. Да, и у дочки у меня длинные волосы. У нас тоже вот в ванной особенно большое количество волос, потому что мы там причесываемся. И насадки идеально собирают. Вот у нас раньше была швабра, которую мы покупали просто в хозяйственном магазине. Стоила она 350 рублей против этой. Вот эта стоит 2700. То есть за 2700 я ее купила. И, конечно, цена, она действительно оправдывает свое качество. Потому что та швабра, мы даже не могли шерсть собрать всю. То есть если сухой уборкой она еще что-то хоть собирала, то влажная просто за ней вот остатки вот этой ткани. Именно от той насадки, которая была. Мы даже ее выбросили. И та швабра, которую мы покупали в хозяйственном магазине, конечно, не удерживает абсолютно никакой критики. То есть она просто ужасна. И я ей мучилась, муж мучился ею. И, например, ванной иногда бывает на пол набрызгаем или там на кухне. Она только-только размазывает. Вот эта швабра, конечно, вообще идеально все убирает. И еще минус у этой швабры, которую я нашла. Она не подвешивается. То есть мне бы хотелось в идеале, чтобы на ее ручке вот здесь вот была петля. То есть, конечно, я могу сделать эту петельку из веревочки какой-то, прикрепить ее сюда и на эту петлю подвешивать эту швабру. Но я бы хотела, чтобы эта петля была изначально. А так вот мне приходится ее ставить вот так на ребро. Вот таким образом, чтобы вот эти вот насадки, они все-таки влажные. Они в себя много жидкости, кстати, вбирают. Вот если, предположим, на кухне, когда я готовлю, иногда бывает на пол там что-то проливается, то они вбирают в себя очень большое количество жидкости. Поэтому, конечно, хотелось бы ее подвешивать, чтобы она сохла в воздухе. Ну вот, в принципе, о швабре я вам рассказала информацию. Я считаю, что она этих денег стоит. Хоть я и не являюсь представителем этой компании, но я с удовольствием буду пользоваться продукцией этой компании. Я бы очень хотела еще приобрести швабру для нытья окон. Вот там, конечно, специальная такая швабра. Она идет с разными углами наклона. То есть ее можно... Ну вот, когда приобрету, тогда вам и о той расскажу. Спасибо.